Ну, я тогда начну, потому что время уже пошло. Меня зовут Юлия Подоплелова. Мой вебинар продлится час 15 минут. Я вам предлагаю такую форму работы. Я для вас приготовила видеопрезентацию. На которой будут представлены фрагменты моих уроков с детьми, разных уроков. И хотела бы, чтобы после каждого фрагмента, каждой дисциплины, я буду останавливать ролик. И вы можете задавать вопросы конкретно вот этой дисциплине. И так вот по всей видеопрезентации. В конце, безусловно, я оставлю время. Мало ли, какие-то еще возникнут вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Немножко о себе. Я работаю в Санкт-Петербурге. В школе «Центр динамика». Наша школа специализируется на детях с нарушением опорно-двигательного аппарата. Четыре года назад ко мне мне дали класс детей с тяжелыми нынешними нарушениями. А именно это детки ДЦП. Они имеют спастика гиперкинетическую форму ДЦП. И безречивые дети. В классе три ребенка. Один мальчик, две девочки. Но мне помогают работать с ними два ассистента-воспитателя, которые готовят и детей, и помогают мне с материалами и так далее. Обучение моих детей проходит по индивидуальной адаптированной программе, которая в первую очередь направлена на приобретение таких жизненных компетенций детей. Вот, наверное, мы с вами и начнем. Первый урок, который вы увидите, это фрагменты прошлого года, это фрагменты этого года. Урок у нас называется не чтение, а альтернативное чтение. Поэтому, когда я остановлю, я буду ждать ваших вопросов относительно этого видео. Вот вы посмотрели некоторые формы работы на уроках альтернативного чтения. Возникли ли у вас какие-то вопросы? Что-то было непонятно? Напишите их, пожалуйста, в чате. Спасибо. 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 Ассистенты. Спасибо. Спасибо. Альтерна Владимировна спрашивает, кто выполняет функцию ассистентов в классе. Ассистенты у нас, они же помощники воспитателей. На моем классе два человека, два взрослых, которые всегда присутствуют на уроках. Наталья Владимировна спрашивает, как вы объясняете детям новые слова из БАСИ? Ну, объясняю обычно, используя максимально простые слова. Какие-то картинки обязательно показываю. Либо, если это действие, изображаю сама. Но вот что касается БАСИ, у многих возникает вопрос, почему мы именно выбрали БАСИ для инстинировки. Почему-то именно БАСИ детям понравились больше всего. Это одна только из тех БАСИ, которые мы вообще инсценировали. Их у нас четыре. Это прошлый год был. Где проходила вторая инстинировка? Вторая инстинировка сказки, да, вы, наверное, имеете в виду. Но у нас в школе есть музей, который называется «Русское подворье». И в этом году, в прошлом полугодии, мы с детками запланировали, что в этом музее мы будем инсценировать русские народные сказки. Это тоже одна из тех сказок, которые мы инсценировали. Еще какие-то вопросы? Хочу сказать, что инсценировка, вот дети к ней тянутся особенно сильно. Им это очень нравится. Они заранее готовятся. Костюмы готовят родители. Они очень нас поддерживают в этом плане. Поэтому такая поддержка очень мощная. Показывали я детям видео, безусловно, показываю. Они сначала ждут, когда мы это будем снимать. Затем они ждут смонтированного фильма. Более того, были, ну вот, по крайней мере, с баснями, когда мы снимали. Мы работали с басней до инсценировки. Потом видео показывал. И мы работали по тексту еще раз. Но они, конечно, там уже отдавали предпочтение себе любимыми. Там смотрели и не налюбовались на себя. Поэтому это очень... Это надо видеть, как они реагируют на себя со стороны. Им очень нравится, хохочет, смеются. Оценивают хорошо, кто как сыграл. Поэтому это очень интересно наблюдать. Наталья Владимировна, рассказывала ли я предварительно, что за предметы в музее? Если мы использовали предметы, которые в сказке, то да. А вообще в музее у нас вот в этом полугодии назначена экскурсия, которую для нас будут проводить дети старших классов. Для каждого класса отдельный из начальной школы. Поэтому им это еще только предстоит. Те предметы, которые мы не затронули. Как отвечают дети? Да, нет. Значит, дети, да, нет взглядом. Звуков, звукоподражания очень мало и не всегда оно произвольно у них получается. Поэтому либо да, либо нет. Но если бы вы внимательно смотрели, то не всегда можно понять. Поэтому мы стараемся еще раз спросить. Мы так и говорим, я не поняла, покажи еще раз. Либо это глазами, да, вправо, влево, вверх, вниз. Либо, ну просто в первом классе мы использовали для коммуникации края парты, где у нас были зафиксированы карточки «да», «нет». И вот мальчик, он очень активно этим пользовался, поэтому даже карточек нет. Но он на эти вот «да», «нет» стороны парты, вы в дальнейшем увидите. Он показывает именно на края парты, думая, ну не думая, а по рефлексу своему. То есть он показывает «да», это слева, «нет», это справа. В моем классе трое детей. Трое детей, потому что класс тяжелый, экспериментальный класс в нашей школе. И, ну, три ребенка, три взрослых. Учители, два воспитателя. Так, Елена Владимировна. Дети пользуются разными видами альтернативной коммуникации. Кто-то показывает в альбоме, кто-то пользуется коммуникатором. Опять же, да, разными. Вот коммуникатор GoTalk, наверное, вам всем известный. Используют только вот девочка, которую вы видели, потому что она более легкая в своем, в своих нарушениях двигательных. Она способна перенести руку, способна пальцем указать, да, нажать на кнопку. Другие дети этого не могут. Поэтому используем другие способы. Это коммуникационные альбомы. Вот в основном мальчик и другая девочка. Это альбомы, карточки. Это, ну, жесты мои, да, нет, если нужен такой ответ. Так, в основном коммуникационные альбомы. Так, дети так трогательно играют. Как долго готовитесь для одной инсценировки? Подготовка занимает, вот если текстом, мы берем текст, это 2-3 урока. Мы разбираем роли, кто как должен сыграть. Затем сама съемка проходит буквально у нас за 2 урока. Дети очень как-то вот, я не знаю, у них это получается просто быстро. Практически с первого дубля. Сколько уроков в день? Есть ли домашние задания? Уроков у нас 5-6. Домашние задания не всегда задаю, крайне редко. Это могут быть в основном либо задания по чтению, когда нужно стихотворение, которое мы только что разобрали на уроке, выучить наизусть. Ну, опять же, как мы учим наизусть? Вот на последнем, вот перед видео, вы, наверное, видели, девочка как раз-таки демонстрировала заученное стихотворение, она выкладывала строчки в том порядке, как они должны быть, как они должны звучать в стихотворении. Елена Владимировна, Гоуток, вы перед каждым уроком вставляете новые карточки, я заучу лица. Не перед каждым уроком, потому что, опять же, я говорю, что девочка более легкая. Там в Гоутоке заложено 5 программ, вот математика, там основные чтения правила русского языка, и две темы остаются свободные. Настя, вы видели, что у нее находится клавиатура, наклеенная на парту, она с нами общается путем набора слов на данной клавиатуре, либо на компьютере с клавиатурой с большими кнопками. Так, 5-6 уроков в день, а продолжительность, что происходит на переменах? Да, 5-6 уроков в день, продолжительность наших уроков 35 минут. Но, безусловно, за эти 35 минут урок у нас физминутки проходит, мы пытаемся детям сменить позу с помощью их колясок, это получается легко. Мы ослабеваем фиксаторы для ног, потому что у некоторых зафиксированы ноги. Мы проводим какие-то поднимемые ручки, но по возможности. И максимум от 35 минут, дай бог, чтобы у нас 20 минут ушло на какой-то вот тот материал, который я задумала изначально. Но, опять же, уроки чередуются с индивидуальными занятиями. Это лечебная физкультура у детей, это музыка, в том числе это уроки трудового обучения, это ИЗО, это у нас есть такая социально-бытовая ориентировка предмет. И есть такой предмет, у нас альтернативная коммуникация, на котором дети учатся, учатся, используют, апробируют какие-то программы, с помощью которых они смогут общаться с другими людьми по возможности. И об этом тоже, вот, когда мы с вами посмотрим урок графика и письмо, то, что русский язык называется, там будет одна из тех программ, которые мы сейчас очень основательно используем. И именно ее мы с ней работаем. Какие-то еще? А, на переменах. На переменах мы детей обязательно выводим в коридор. У нас, ну, как обычно, детей. Если какие-то есть необходимые для них вещи, там, может быть, их жарко, они показывают жестами что-то, им необходимо попить, расстегнуть там кофту или снять, или наоборот одеть. К ним очень часто подходят дети другие, с начальной школы, и каким-то, я не знаю, они как-то не общаются между собой. И понимают друг друга, то есть смеются, хохочут, как практически обычные дети. Про продолжительность. 35 минут. Вообще урок 35 минут у нас. Еще какие-то вопросы? Или мы пойдем дальше? Я вам покажу форму работы на математику. Ну, математику у нас называется математические представления и конструирование. Или еще по чтению остались вопросы. Кто мне помогает в восстановлении коммуникации? В смысле, как я понимаю ребенка? Или коммуникация, когда техническое приспособление? Что вы имеете в виду? А, выбор средств. Ну, выбор средств, опять же, я как человек, который впервые встретился 4 года назад с таким контингентом детей, я проходила на многие курсы, семинары, смотрела много информации, что может быть, много опробовали. Первый у нас, конечно, был коммуникационный альбом. Самая распространенная вещь, которая существует для неговорящих. А сейчас, забегуем тогда немножко вперед. Мальчик из нашей школы, ученик, он сейчас в 10 классе. Очень одаренный человек. Может быть, вы в понедельник видели его на вебинаре, как раз выступал. Бакаидов Иван, он как раз для моей ученицы, одной из, разработал программу. Он сам не говорит, и для нее тоже сделал дисгвертия. Программка, с помощью которой, собственно, они пытаются нам о чем-то самостоятельно сообщить. Не то, что мы им предлагаем из вариантов, а то, что они сами чувствуют. Вот мы сейчас на этом очень тесно, над этим очень тесно работаем. Особенно на уроках альтернативной коммуникации. Какие-то еще вопросы по поводу альтернативного чтения, формы работы? Или пойдем дальше? Альбом с вырезным окном, он называется «Этран». Это альбом используется с детьми, которые показывают взглядом. То есть двое человек, которые показывают меня глазками, они и используют. Этот альбом тоненький, он используется для показа правил, где есть отдельные буквы, гласные-согласные. И есть точно такой же у них, но только более толстый альбом. Коммуникационный также с вырезанным, с прорезью, для более широкого общения. Это где у нас идут тема «Семья», «Школа». И в основном, большую часть, мы, конечно, используем на уроках окружающего мира, где есть там уже и растения, и животные, и так далее. Программа для детей пишется для каждой индивидуально, что берется за основу. Сейчас мы за основу... Да, программа индивидуальная для каждого, потому что дети разноуровневые по своим возможностям. Основа – это федеральный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы апробируем сейчас, наша школа, мой класс, апробируют те новые стандарты, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2016 года. Программу уроков, да. Я самостоятельно определяю, сама подбираю. У нас нет конкретного учебника. Весь материал берется, ну, из разных, так скажем, которые доступны и понятны будут детям. Ну и, конечно, материал, он гораздо сокращеннее, чем в других классах. Оценок у нас нет. У нас безотметочная деятельность. У нас есть, скажем, ну, яблоки. У нас школа имеет символ яблока. И с 1 класса мы, я вела детям такие, ну, запяточная деятельность, как красное яблоко. Это значит, ну, пятерка, они понимают, что это 5. Красное, то есть ты все сделал, все хорошо. Оранжевое, это что-то, чего-то не хватило. Желтое, ну, как-то совсем сегодня слабенькое. И зеленое, то есть сырое, не сырое, извините, а незрелое, не созрелое. То есть сегодня было что-то непонятно. Дети сами выставляют себе эту отметку. То есть за 4 года они это очень хорошо научились делать. Давайте тогда перейдем к математическим представлениям. Спасибо. Пропустила маленечко. Какие-то вопросы есть к уроку математики? Что за карточки? Почему они вдруг? Вы бы тоже запутались. Смотрите, дело в том, что девочка, которая в среднем вина, у нее сходящееся косоглазие. И когда на слайдах, на доске, карточки перед ней все больше, чем 4, она начинает путать, не может соотнестись с числом. Поэтому буквально вот в прошлом полугодии, я говорю, Лина, давай мы будем тогда идти от запоминания графического изображения вот эти точки, чтобы там число запомнить. Как она в домино, на игральных картах вот есть вот эти вот точки обозначения. Согласилась, и у нее стало получаться, она перестала, по крайней мере, путать. Но, естественно, пока мы это отрабатываем, она пользуется подсказками. Вот. Ну, вы сами видели, что ей все равно тяжело. Тем более нужно было соотнести пример с карточкой. Это крайне сложное задание, хотя уже мы неоднократно это задание повторяли. Вторая девочка, Анастасия, она работает практически самостоятельно, вы видели, с большой клавиатурой. Она ушла гораздо дальше, чем другие детки по математике. Мы с ней считаем уже до 100. И вот, собственно, она решала примеры самостоятельно. То есть ей можно дать пример. Единственный контроль со стороны воспитателя, она бывает иногда нажимает на ноутбуке не ту кнопку, у нее вылетает сам файл, где она печатала. Поэтому приходится возвращаться. А так, в принципе, она достаточно самостоятельная. Настя, да, безнаглядная, ну, наглядная опора, у нее перед глазами был написан пример, у нас шло повторение, поэтому она только полагалась на то, что у нее написано. Так, там ведь на карточке был написан другой пример, 4 плюс 1. Вы не думаете, что это может отвлекать? На карточке у Лины не может ли Настю отвлекать Лина? Вот знаете, нет, не отвлекает, потому что мы сами удивляемся, люди, которые к нам приходят на уроки, даже сама директора, когда приходила к нам на урок, она не понимала, как они отвечают нам, но при этом не путаются, слушая еще посторонне, потому что все равно воспитателю дается задание на работать с одним, со вторым, я с третьим. Иногда я перехожу от ученика к ученику, чтобы посмотреть, что он сделал, вспомнил, мог показать, что он вообще может делать по максимуму самостоятельно. И это, кстати, очень видно, когда, ну, даже по линии, когда она знает, она возбуждена, да, у нее это все в теле, возбуждение, да, руки начинают двигаться, глаза, то есть она, видно, что она знает. Когда она не знает, она пассивна, расслаблена, то есть она не знает ответа на этот вопрос, поэтому по реакции ребенка можно видеть, знает или не знает. Не отвлекают дети друг друга. Мы однократно работаем с примерами, он многократно, извините, потому что я жду от них реакции, поняли ли они от меня вообще, что хочу от них. и реакция видна, когда до них доходы, вот опять же, вот эти вот внешние проявления, шевеление тела, да, вот эмоции, это все видно, когда они понимают, тогда они начинают работать. но это опять же, это вот, мы вот увидели и транс, это я могла использовать, могу, и использую и альбомы, но там уже отдельные карточки. Сейчас отвечу на второй вопрос. Много, в основном наглядности у нас очень много, большое количество наглядности. Все через показ. Как объясняю новый материал? Ну, так как дети очень ограниченные, так, не было слово, простите, сейчас, у них маленький жизненный опыт, они мало, скажем, видели, поэтому максимально презентации, это презентации, презентации и только наглядность, только через наглядность, через показ. Возможности, что вы имеете в виду? Объясняется новым материалом возможности. Это как? Так, дети ограниченные возможности. ограниченные, ограниченные, это вы мне подсказываете, да, наверное? Спасибо большое, да, действительно, человек, который не может ни сказать, ни сам подъехать, потрогать, к сожалению, он очень в этом плане ограничен, поэтому все мы через зрение максимально, карточки, дидактические материалы различные, Монте-Сори, кабинет у нас в школе присутствует, Монте-Сори материалы у нас есть, поэтому у нас есть такая возможность, мы даем ребенку потрогать. да, приходится много изобретать, много придумывать, а по-другому никак, пока. Ну вот, как-то потихонечку справляемся, но объем работы очень большой, чтобы подготовиться к уроку, это к одному уроку, презентация, продумать все, какие материалы, потому что нужно еще что-то вырезать и благодаря ассистентам, которые мне в этом помогают, но все равно времени очень много уходит. Ну давайте дальше пойдем, посмотрите, как мы проводим русский язык, графика и письмо только у нас называется, как раз таки здесь вы сейчас увидите ту самую программу дискверти, это вторая версия, которую изобрел наш ученик Бакаитов Иван, специально, вот как раз таки девочка на фотографии, если вы видите, она вот для нее это и сделала. Ну вот, отвлекаются на камеру, она не на камеру отвлекается, она ждет одобрения, подтверждения, что правильно она сделала или неправильно, или я должна в этот момент ее похвалить, что Лина молодец, ты нажала то слово, которое надо, но я этого сейчас не делала. Вот, принцип работы клавиатуры понятен или нужно объяснить, как она работает? Значит, смотрите, в принципе, это обрассказывали, обрассказывали, но вот Елене Владимировне мне нужно объяснить, поэтому я постараюсь максимально быстро. Принцип работы клавиатуры следующий. Учитель пишет для себя, ну, заготавливает шаблоны заданий. Дети с помощью только одного нажатия кнопки выбирают строчку с нужным им знаком, словом, или это предложение, неважно. Затем выбирают уже на этой строчке нужное слово, да, допустим. Если они вдруг попали не на ту букву, не на то слово, то они дают понять, что нужно убрать, я убираю. просто здесь я не стала уже демонстрировать, потому что это очень длительные процессы. Из 35 минут урока русского языка, как он должен, как должен быть, да, они успевают сделать крайне мало. Ну, по крайней мере, детки, которые, это Лина и Саша, которые печатают с помощью кнопки. Настя успевает больше, потому что она печатает самостоятельно на клавиатуре. Вот. Принцип работы я постаралась, как могла объяснить. Это выбор, когда черная строка бегает, черная выделяет строка, затем слово, ребенок нажимает слово, которое выделено, и работает дальше. Вот, в принципе, вот такой способ работы на этой клавиатуре. Есть эта клавиатура, вообще существует на обычном раскладе, у кого есть Microsoft вообще, в принципе, Windows, на компьютере, в программах, специальных программах есть экранная клавиатура. Можно посмотреть, и принцип работы, он один и тот же. Выделить строку, выделить букву с нужным вам знаком. Вот. Ну, давайте, пойдем дальше. Дальше я хотела показать, что у нас также есть внеурочная деятельность, и в этом году мы работаем над квази-ассистемными технологиями. И в этом нам очень помогает материалы Монте-Сори. Ну, вот, я показала буквально фрагмент внеурочной деятельности, где дети, собственно, с помощью Монте-Сори материалов, если вы знакомы с ними. Учатся познавать мир, да, с помощью ощущений, цветовых каких-то восприятий. То есть, ну, все, что связано с Монте-Сори методикой, мы используем во времени внеурочной деятельности. У нас есть два часа, это время отводится на продленке, поэтому они это делают с удовольствием, это нравится. Даже, ну, я вот не говорю про Настя, которая может сама до чего-то дотянуться, сама ощутить, да, даже Лина, которой приходится вкладывать различные материалы в руки, то есть, она это, ну, ей нравится, ей приятно, если какие-то там есть лёжики, ещё что-то, она, конечно, выражает эмоции, определён, что, мол, это не нравится, показывать глазами дайте мне другой предмет. То есть, ну, так мы работаем во внеурочной деятельности. И вот хотела буквально совсем чуть-чуть показать вам воспитательную работу, это прошлого года, проект, в котором участвовал мой класс. Мы, я постаралась максимально деток своих неговорящих сблизить, научить общаться детей говорящих с неговорящими. И здесь у меня представлены, ну, фотографии, в основном, без, уже без озвучивания, просто фотографии, как дети говорящие учились разговаривать с моим этим проектом. Мне трудно одному сказать, даже вместе, в этом очень здорово им помог. Можно мне презентацию просто, вот здесь. И вот. сколько ребенок времени проводит в школе? У нас, сейчас скажу вам, уроки начинаются в 8.45. В 16.05 у нас отходят автобусы наши школьные, которые разводят детей в разные районы города. Но также у нас есть дополнительная группа продленного дня, которая начинается с 4 часов и до 18.30 дети, которые остаются на этой группе, занимаются с воспитателями, либо у них еще есть занятия лечебной физкультуры, то есть проводят свободное время, выполняют уроки до полседьмого максимума. Но это единицы деток. Школа в Санкт-Петербурге, центр динамика, 616 Адмиралтейский район. Это коррекционная школа с нарушением опорно-двигательного аппарата детки. Давайте я вот пролистаю, потому что у нас буквально остается 14 минуточек до конца моего вебинара. здесь я демонстрирую детям говорящим, показываю, как нужно работать по этранам, как раз таки с вырезами. Вот здесь уже сам ребенок говорящий просит ребенка неговорящего ответить на вопрос, показать ему ответ на вопрос учителя. Были различные интересные мероприятия. Кто-то может рукой показать. Они вместе лепили, что-то делали, друг другу помогали, интересовались мнением моих детей, ждали терпеливого ответа. Ну вот, так быстренько. Спасибо за внимание. Вот теперь осталось время для каких-то вопросов в общем, какие у вас появились. Толерантность у детей высокая. У моих учеников или других в нашей школе? Спасибо других. Да, у нас я вообще хочу сказать, что когда я 8 лет назад пришла в эту школу, меня это больше всего поразило. Дети, наши дети более старшие помогают и младшим. Те, особенно, кто ходит, везет колясочку, сразу же это потрясающие просто дети. Вообще обстановка в школе очень дружелюбная и младших, и старших, то есть взаимопомощь, взаимовыручка это всегда. Да, обстановка, да, спасибо. Так и есть, так и есть на самом деле. Еще какие-то? Спасибо большое. Если какие-то нужны, спасибо, Инна Сергеевна. Да, замечательные люди и сотрудники, и родители, понимающие. Поэтому, наверное, так и получается сердечно в целом. Спасибо большое. Если какие-то нужны мои контакты, если вдруг вы живете в Санкт-Петербурге, то я приглашаю вас на урок, пожалуйста, можно мне позвонить, написать. Давайте я, может быть, напишу почту вам, номер своего телефона. Если какие-то вопросы, если вы хотите прийти ко мне на урок, то всегда, пожалуйста, я никому не запрещаю. Всегда лучше приехать на стажировку из другого города. Ну, давайте вот по почте обсудим. Просто дело в том, что я сейчас 2 февраля буквально ухожу в декретный отпуск, поэтому кто местный, могут до 2 февраля успеть посетить какие-то уроки. Можно на целый день прийти. я знаю, что ко мне уже приходили неоднократно с других школ, и администрация с удовольствием их отпускает. Сейчас я напишу почту. вот моя почта. телефон. телефон. Вот, пожалуйста, пишите, звоните, чем могу, помогу. Какие-то материалы, ради бога, какие-то наработки тоже я могу дать. Мне не жалко. Я знаю, что больной вопрос программы, программы тоже, которые есть, могу выслать, если вдруг кому-то это интересно, потому что мне самой было очень сложно их разрабатывать изначально. Просто из ничего делали. Ну, вроде как получилось. всегда, Что-то какие-то еще будут у вас вопросы? Ой, спасибо большое, Наталья Владимировна. Постараемся. Единственное, я еще не стала выкладывать из материала окружающего мира, потому что там, ну, что-то такого особенного на самом деле нет. Самый, наверное, простой предмет из всех, которых я преподаю, потому что там максимально много картинок, они любят смотреть. И мы просто пополняем свой коммуникационный альбом. Если это тема о животных, появляются дикие домашние, растения также культурные дикорастущие, ну, то есть по теме появляется, пополняется альбомчик у нас. Выкладываю что? Если материалы имеете в виду, где я выкладываю, вы можете просто мне на почту прислать, что вам, что вас интересует. Я могу вам выслать по почте также обратно, если вы об этом. пожалуйста, пишите, отвечу, пришлю, что есть. Спасибо большое. Надеюсь, было полезно. Спасибо, Илья Владимировна. Спасибо. Пацан Анатольевна. Тогда я с вами прощаюсь, потому что у вас был, скоро начнется следующий вебинар. Всего вам доброго, успехов вам в работе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.